Добрый день, уважаемые коллеги и ученики! Вашему вниманию представляем разработку онлайн-уроков по теме этапа разработки проектов для 10 класса по разделу «Физические процессы и разработка». Разработал урок учитель Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Целарды Кенесары Анар Бигамбайгаза. Остановимся на целях обучения и критерий успехов с сегодняшнего урока по целям обучения. Первое – это осуществлять сбор, поиск, отбор информации и проводить системный анализ при выполнении проектной работы. Оценивать качества информации, используемой для проекта, то есть свойства такие как точность, своевременность, достаточность, надежность, актуальность, релевантность и так далее. Выстраивать самостоятельно последовательность этапов разработки проекта. К этим целям ученики достигают через… Понимают, что такое качество информации, оценивают качество информации, используемой для проекта, создают блок-схему разрабатываемого решения, используют различные программные обеспечения для оформления документации разрабатываемого решения. При разработке решения следует этапам жизненного цикла, а также анализируют собранные данные для улучшения этапов разработки проекта. Как обычно, мы начнем урок с мозгового штурма. Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Как вы думаете, какие действия, связанные с информацией, можно объяснить с помощью данного рисунка? Обычно ученики приходят к заключению, что информация разбросана по разным источникам. Для выполнения заданий их нужно искать и отбирать. А также необходимо проанализировать, насколько он важен для текущего задания. Попробуйте ответить на эти вопросы, пожалуйста. Какую цель преследуют данные персонажи? Какую роль играют кусочки пазла? Что и в какой последовательности они должны выполнить для достижения цели? Что, по-вашему, является конечным продуктом их деятельности? Как вы уже догадались, конечно же, у персонажа общая цель это собрать рисунок правильно. Каждый пазл – это необходимый кусочек целого. Если его не будет достаточное количество, цель достигнуть будет невозможна. Также нужно взять каждый кусочек и проверить подходящее под него место в целом рисунке. Если этого не делать, рисунок может, конечно, собраться, но содержание рисунка не будет соответствовать. То есть у него не будет смыслового содержания. Собранный рисунок будет продуктом, который персонажи стремились получить. На основе этого задания выполните, пожалуйста, следующую групповую работу. Сравните ситуации. Первое. Цель персонажей – собрать пазл правильно. А какова же цель поиска информации? Кусочков пазла собираются от каждого представителя. Их должно быть достаточно для того, чтобы собрать рисунок. Почему же информацию нужно искать на разных источниках? Этапы работы. Осмотреть кусочек. Найти, возможно, подходящее место в целом рисунке. Подставить, если не совпадает, искать нужное место в наборе. Зачем при поиске информации по конкретной теме необходимо выполнить какие-то действия? Конкретно какие? Их продуктом является правильно собранный рисунок. Что же нужно сделать с найденными данными? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для выполнения данного задания ученикам требуется время. В моем случае им было предоставлено 15 минут. После чего ученики пришли к выводу, что цель поиска – найти необходимую информацию, достаточную для принятия решения по конкретному вопросу. Информацию нужно искать в разных источниках, чтобы удостовериться в правильности содержания. При поиске информации необходимо обратить внимание на авторитетность и направление работы автора статьи или сайта. Для научной информации развлекательные сайты или же свободные энциклопедии достоверными быть не могут. Найденные с разных источников информацию необходимо еще проанализировать и отбирать нужные для текущего вопроса данные. После выполнения этого задания мы задаем ученикам вопрос «Что же такое информационный поиск?». Ориентируясь на ответы учеников, даем им определение, что же такое информационный поиск. С точки зрения использования компьютерной техники информационный поиск – это совокупность логических и технических операций, имеющих конечную целью нахождения документов, сведения о них, фактов, данных, релевантных запросу потребителя. Как вы видите, в этом определении незнакомое для вас слово – это релевантность запросу. Давайте определим, что же такое релевантность. Релевантность – это устанавливаемое при информационном поиске соответствии содержание документа информационному запросу или поискового образа документа поисковому предписанию. После выполнения этой задачи давайте попробуем ответить на этот вопрос. Как можно узнать качество найденной информации? По каким критериям оценивается информация? В ходе этой работы ученики, основываясь на знаниях, полученных в предыдущих классах, знают, что информация обладает какими-то свойствами, и для показания качества информации нужно определить эти свойства. Показатели качества информации Точность – степень близости отображаемого значения истинному значению. Достаточность – минимальный объем смыслового содержания для принятия решения. Актуальность – гарантия сохранения ценностей информации для управления во времени. Своевременность – свойства, обеспечивающие возможность использования информации в заданный момент. Вот эти основные свойства или показатели качества информации необходимо запомнить и записать в тетради. Конечно же, это не полный список свойств информации, на которые нужно обратить внимание при реальной работе. Вам нужно будет исходить от реальной задачи и оценивать качество информации по ситуации. Запишите, пожалуйста, определение в тетради. Продолжение следует... Продолжение следует... Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Где вы обычно ищите информацию? И как узнать, заслуживают ли они доверия? Конечно, в основном мы ищем информацию во всемирной паутине или же в одних из сервисов интернета. На этот вопрос хором отвечают ученики обычно. Но как же узнать, заслуживают ли они доверия? Так как множество людей пользуются интернетом, такое же множество могут выкладывать информацию по той или иной теме для общего обозрения. И нельзя с уверенностью сказать, что информация, найденная по какому-то ресурсу, есть достоверная. В связи с вышеуказанной причиной даже источник необходимо проверять. Как же это можно сделать? Давайте разъясним процедуру оценивания интернет-ресурсов, используемые как источники информации. Для этой работы мы предлагаем вам шесть шагов оценивания сайта, которые включают в свой состав такие вопросы, как кто, что, когда, где, зачем и как. Остановимся на каждом вопросе по отдельности. Итак, первый вопрос. Это был кто? На этом этапе или на этом этапе оценивания сайта нам нужно ответить на следующий вопрос. Кто автор или модератор сайта статьи? Как можно проверить подлинность автора? Организованы ли ссылки на автора или же обратная связь? Имеется ли полная информация об авторе на сайте? Есть ли у автора удостоверение, сертификаты, подтверждающие его квалификацию, образование, опыт, место работы и должность? Позволяет ли эта квалификация выступать в качестве эксперта по данной теме? Является ли автор участником событий, о которых он пишет? Может, он работал в этой проектной группе или же исследовательской группе? Может, он был волонтером? Является ли сайт персональной страницей или это же часть сайта организации? Как вы уже поняли, здесь должна быть информация о человеке или же о организации, которую данную информацию предоставляют. Ответы на эти вопросы помогут определить авторитетность сайта, а следовательно и достоверность размещенной на ней информации. Следующий у нас вопрос был «Что?» Какие же вопросы мы будем рассматривать на этом этапе? Поможет ли этот сайт ответить на поставленные мною вопросы? Почему этот сайт лучше других источников? На сайте представлена точная информация? Можно ли проверить эти данные и факты через другие источники? Тематика сайта соответствует исследованию проблеме полностью или отдаленно? Совпадает ли она с теми сведениями, которые вы получили раньше из других источников или в процессе обучения? Есть ли на странице ошибки грамматического или орфографического характера? То есть, какая бы информация там не была бы представлена, вы должны уметь, или же у вас должна быть возможность проверять эти же данные через какие-нибудь другие источники. Дальше у нас был «Когда?» вопрос. На сайте должна быть предоставлена информация, когда же был создан сайт, когда же проводились последние обновления на сайте, продолжает ли автор или разработчик сайта поддерживать эту страницу, устраивает ли вас дата последнего обновления? Отсутствие даты – повод насторожиться. Почему? Потому что это может быть уже старая, неактуальная информация. Дальше вопрос был «Где?» По этому вопросу мы должны работать в этом направлении. Откуда была взята информация, представленная на сайте? Оформлены ли ссылки на источники данных? Существуют ли эти источники в действительности? Вы слышали о них? Если слышали от кого? И компетент ли этот человек, от которого вы слышали эти данные? Существует ли возможность проверить достоверность или проверить правдивость этих данных? Представленный материал является оригиналом или же это копии других источников? Куда, если необходимо, можно обратиться за дополнительной информацией? Организованы ли ссылки на другие сайты? Эти ссылки рабочие? Можно ли сказать, что эти ссылки надежные, научные, авторитетные и действительности, связанные с оявленной тематикой? По вопросу «Почему?» Давайте остановимся на этом вопросе. Мы должны рассмотреть следующую категорию вопросов. Для чего был создан сайт? Указана ли цель создания сайта? Например, это может быть сайт просто для информирования, это может быть сайт просто для разъяснения или может быть для убеждения в каких-то точках зрения или же просто в рекламных целях. Имеются ли другие явные и неявные причины создания сайта? Вы можете упадать в ход мыслей или в ход цели создания сайта. Зачем изначально был создан этот сайт? На какую аудиторию рассчитан сайт? Представленные материалы на сайте имеют научный характер или же они более популярны? Содержание материалов сайта сложное для понимания или они слишком просты, чтобы их понять? Ответы на эти вопросы помогут нам узнать, зачем была вкладана вот эта информация, которая на сайте и есть. Теперь давайте остановимся на вопросе «как». Как? Как же быстро загружаются страницы сайта? Легко ли читаются эти страницы? Организованы ли средства навигации по сайту? Например, карта сайта, меню перехода к разделу или может быть организована навигационная панель или же строка запроса, которая позволит нам пройти в нужную страницу? Как работают ссылки? То есть живые ли эти ссылки? Загружаются ли они достаточно быстро? И так далее. Ответы на все эти вопросы позволят нам оценить источник со всех сторон. То есть можем ли этот источник или данные с этого источника использовать в дальнейшем? После того, как мы разъяснили все пункты оценивания источников, предлагаем индивидуальную работу. Оцените один из источников информации, конкретный сайт, которым вы воспользовались для поиска информации по проекту. Воспользуйтесь вопросами шагов оценивания сайта. Это работа индивидуального характера, и на это ученикам требуется некоторое время. В процессе выполнения этой работы ученики сами же могли оценить свои сайты, свои источники, которыми они воспользовались, и пришли к выводу, что некоторыми из них они не могут воспользоваться для данной задачи или по теме их проектов. После этой работы ученикам предлагается ответить на этот вопрос. Для чего нужна качественная информация от достоверного источника? Ориентируясь на ответы учеников, можно сказать, что качественная информация от достоверного источника нужна для целесообразного, эффективного поиска и оценки данных, необходимых по текущему заданию. Например, для создания качественной проектной работы по информатике или же по другим предметам. Что же такое проектная работа на уроках информатики? Это работа с прикладными программами, с разнообразными источниками информации, с использованием проблемных, поисковых и исследовательских методов, позволяющих собрать необходимую для решения рассматриваемой проблемой информацию, обобщить собранный материал и предъявить его в наглядной, эстетической, значимой форме. Обычно результатом проектов по информатике являются программные продукты, разработанные в какой-то среде для решения конкретных задач. Что же обычно является конечным продуктом проектов по информатике в старших классах? Конечно же, это выполняющие ту или иную функцию, полноценно работающие программные продукты малых размеров и назначений. Каким же должен быть результат работы проделанной проектной работы? Попробуем найти ответы на эти вопросы. Проектная деятельность. Так как мы уже выяснили, что мы создаем в ходе проектной работы работающий программный продукт, а это в информатике общепризнанно называется как программное обеспечение, остановимся, что любое программное обеспечение от простого веб-сайта до мощных систем управления базами данных являются высокотехнологическим изделием и должны отвечать следующим критериям. Надежности, адекватности от обработки нештатных ситуаций, легко модернизируемой. Программы, то есть программные продукты могут удовлетворять таким данным или таким требованиям только при тщательном соблюдении всей технологии разработки программного обеспечения. Технологии разработки программного обеспечения в разной литературе объясняются по-разному. Но это можно сказать, что это все этапы его жизни предоставлены как жизненный цикл программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения представляет собой модель его создания и использования. Данная модель отражает его различные состояния, начиная с момента возникновения потребности в данном программном обеспечении и заканчивая моментом его полного выхода из употребления у всех пользователей. Какие же этапы жизненного цикла мы рассматриваем? Конечно, как вам уже известно, это анализ, дизайн, реализация, тестирование и оценивание. Предлагаем вам посмотреть видео, объясняющие все действия, предусмотренные данными этапами. Оплитование, оперативная инфляции, дизайн и assist flavored создания, это решение. Эти задачи могут быть опеканными наIR�адами сestyря. Продолжение следует... 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 и как правильно его организовать и провести. Для этого нам необходимо знать, в выполнении каких действий направлен этот этап. Рассмотрим эти вопросы по отдельности. Этап – анализа. Этот этап дает информационную модель проекта. То есть на этом этапе нам необходимо определить проблемы существующей системы, определить потребности пользователя, определить, как будет выглядеть успешное решение данной проблемы, каковы цели программы, кто будет пользоваться этой программой и нужна ли возможность или необходимость дальнейшего развития этой программы. После проведения анализа с различными научными методами мы переходим к этапу дизайна, в котором должны быть разработаны пользовательский интерфейс, сбор данных, то есть формы ввода, выходные формы, правила проверки данных, а также файловая структура. После этапа дизайна мы непосредственно переходим к проектированию, иногда это говорят программированию, к разработке. Этот этап дает уже модель данных. То есть мы создаем программный код, мы создаем подпрограммы проверки, мы должны создать уже формы захвата ввода, макросы необходимые, и тоже самый нарисованный пользовательский интерфейс мы должны будем реализовать. После проектирования идет этап тестирования. Это очень жизненно важный этап программного обеспечения, потому что он определяет, насколько программа работает правильно. Существует два основных вида тестирования, основанного на прогонах. Первое это тестирование по спецификации по методу черного ящика, и тестирование по программному коду, то есть по методу прозрачного ящика. При тестировании по спецификации сама программа рассматривается как черный ящик, о котором ничего не известно, за исключением того, что он получает какую-то информацию на входе и вырабатывает некоторую информацию на выходе. На вход под программы подаются некоторые входные данные, а результатирующие данные анализируются на предмет наличия ошибок. Тестирование по спецификации особенно полезно для выявления некорректных или упущенных требований. При тестировании по программному коду программная логика подвигается сквозному просмотру с целью установить, какие данные необходимо подать на вход, чтобы испытать различные выполняемые ветивы программы. Тестирование по коду дополняет тестирование по спецификации. Эти два вида тестирования направлены на выявление различных категорий ошибок. При оценивании мы должны ответить на главных вопросов, два главных вопроса этого этапа. Соответствует ли готовый проект исходным требованиям? Значит ли это, что проблема была решена? Давайте проведем рефлексию и взаимооценивание с помощью кубика Бума. На гранях кубика написаны начала вопросов. Почему? Объясни, назови, предложи, придумай, поделись. Учитель или ученик бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпадает кубик. Например, если выпала часть «Почему?», объясните на вопрос, почему информацию нужно искать на различных источниках. Предложи, предложи более конкретный источник для решения научной задачи по математике. Объясни, как происходит этап анализа при жизненном цикле программного обеспечения. С помощью этой технологии на уроке мы провели и рефлексию, и взаимооценивание. То есть перед тем, как бросить кубик следующему человеку и ответить на вопрос, который был поставлен предыдущим, ученик оценивал, насколько правильно он обосновал свое предложение или, можно сказать, вопрос. Давайте вернемся к целям обучения, которые мы должны были сегодня достичь. Это был сбор, поиск, отбор информации и проведение системного анализа при выполнении проектной работы. Это было оценивание качества информации, используемой для проекта, что мы досконально изучили. И вы должны были уметь самостоятельно выстраивать этапы разработки проекта. Чтобы по последней цели узнать, насколько это было достигнуто, я предлагаю вам пример сценария, где новая IT-система, возможно, будет необходима. Школа испытывает трудности, хранящие все данные нового международного преподавательского состава. Вот некоторые проблемы. Детали хранятся на бумаге, которые иногда могут быть затеряны. Там нет копии деталей по персоналу. Нужно время, чтобы найти детали персонала при поиске с помощью конкретных критериев. Шкафы для документов, необходимые для хранения данных. Они занимают очень много пространства в офисе. Менеджеры школы должны выезжать за пределы своего офиса для получения данных. Перед тем, как приступить к этому заданию, я предлагаю вашему вниманию посмотреть видео, как же на самом деле происходит разработка программного обеспечения. И ваше домашнее задание нужно описать этапы анализа и дизайна этого сценария. Сценария. КОНЕЦ КОНЕЦ Как вы уже по видео поняли, в реальной жизни есть некто, у кого есть деньги, у кого есть желание заработать. И он обращается к системным аналитикам, чтобы разработать какой-то программный продукт. Что же делают системные аналитики? Они придумывают решение данного вопроса и обращаются уже к другим специалистам, которые специализируются в области дизайна. Дизайнеры рисуют решение или прототипируют решение вопроса. Они потом, этот же аналитик обращается уже к программистам, которые кодируют уже работу этой системы. Дальше запрограммированная работа или же продукт проверяется на наличии ошибок или же работоспособности. После этого это внедряется в систему. Таким способом зарабатывают и люди, которые были вовлечены в процесс разработки программного обеспечения, и человек, который изначально предложил финансы и проблему, чтобы решить какую-то задачу. Не забудьте домашнее задание, что вы должны описать этапы анализа и дизайна. На этом наш онлайн урок закончен. Благодарю всех за внимание.